Медицинская помощь станет доступнее. На базе фельдшерского акушерского пункта в селе Тельвиска прошло тестирование нового телемедицинского оборудования. Специальная стойка с возможностью подключения различных диагностических аппаратов позволит жителям этого населенного пункта получать онлайн-консультации врачей различного профиля из любых точек страны. Павел Загудалов, житель села Тельвиска, первый пациент, который проходит обследование на новом телемедицинском комплексе. Сейчас оборудование работает в тестовом режиме. Это хорошее направление, очень нужное, мало того сказать, очень полезное. И, собственно говоря, оно должно развиваться, должно субсидироваться государством. Телемедицинский кабинет с возможностью подключения разного диагностического оборудования позволяет связаться онлайн с профильными медицинскими специалистами. Это касается, наверное, отдаленных деревень, потому что там доктор или фельдшер, он один на один с больным. Иногда нужно какие-то принимать решения, иногда нужна какая-то подсказка. Поэтому они с помощью телемедицинского этого оборудования могут они выйти на определенного специалиста и проконсультироваться. Это очень хорошее подспорье, скажем так. Оборудование телемедицинского кабинета позволит проводить консилиумы специалистов различного уровня с любой точки нашей страны. Стойка оснащена видеокамерой высокого разрешения, подключен прикроватный монитор. Все это дает возможность наблюдать пациента во время сеанса консультации. Кроме того, одновременно подключается целый комплекс медицинского оборудования для проведения необходимого скрининга больного. Имеет представляет себя некий коммуникатор с возможностью подключения большого спектра медицинского диагностического оборудования, имеющего цифровые и аналоговые выходы. Здесь установлено и программное обеспечение для видеоконференцсвязи с возможностью связываться с врачами, с диагностами, с диспетчерскими центрами и так далее. Всего для нужд региона приобретено 12 таких комплексов. Специалисты из сельских амбулаторий уже прошли обучение для работы на них. В течение четырех дней казанские специалисты, производители этого медицинского оборудования, проводили курсы на базе ФАПа села Тельвиска. На базе ФАП Тельвиска проходило обучение медицинских специалистов, удаленных подразделений нашей организации по работе с телемедицинским оборудованием. Было порядка 12 человек со всех ФАПов. Сейчас разрабатывается регламент, согласно которому сельские медики будут задействовать телемедицинские комплексы. Предполагается, что связующим звеном между ФАПом и узким медицинским специалистом станет диспетчер санавиации. Он будет принимать решение о дальнейшем медицинском сопровождении пациента. Все вызыва, которые идут с удаленных населенных пунктов, будут идти на диспетчер санавиации. Диспетчер санавиации будет принимать решение, к какому профильному специалисту подключить данного больного, данную консультацию. Сейчас в 12 населенных пунктов идет тестовая эксплуатация телемедицинских комплексов. И вскоре для жителей отдаленных населенных пунктов узкие специалисты станут ближе. Ольга Руслова, Владислав Ткачев, Телеканал «Север».